Всех приветствую, дорогие зрители канала Герчик и Ко. С вами Виктория Осипчук. Тема данного видео будет про ложные пробои. Я расскажу в данном видео, что такое ложные пробои, какие они бывают и покажу на графиках. Давайте начнем с понятия, что такое ложные пробои. Ложные пробои это когда цена не может обновить предыдущий хай либо лоу, смотря в какую сторону идет ложный пробой. Если простым языком говорить, то это несостоявшийся пробой. Если смотреть психологически, то это очень такой хитрый сценарий крупного игрока. То есть это когда заводят специально в зону пробоя, якобы показать, что да, пробой состоялся и мы пойдем дальше. Но разводят, то есть многих разводят и закрываются не в зоне пробоя, а закрываются, то есть возвращаются обратно под уровнем и закрываются там. И соответственно рисуют хвостик, это и есть ложный пробой. Ложные пробои бывают простые и сложные. Если говорить про простые, то ложные пробои не бывают одним баром. Также бывают сложные ложные пробои двумя барами и сложные ложные пробои энным количеством баров. Также ложные пробои подразделяются дальние и ближние по отношению к излому. Бывает такое, что сделали, то есть формировали уровень излома. И по отношению к этому уровню мы уже смотрим, когда этот ложный пробой реализуют. Реализуют его сразу, то есть на следующий бар, либо реализуют его через какое-то количество баров. Ложные пробои это явление постфактумное и оно появляется только после формирования уровня. Поэтому при обозначении ложного пробоя очень важно взять основу, взять сильный уровень излома и только по отношению к этому уровню смотреть и интерпретировать ложные пробои. Это самое важное. Давайте посмотрим теперь на график, как это выглядит. Я сегодня буду смотреть валютные пары, евро, фунт и новозеландский доллар. Картинки свежие, сегодняшние. Все наглядно видно, это дневной график. Первый пример. Здесь у нас показан ложный пробой одним баром. Вот у нас тот самый излом. Основа хай данного бара является основой уровня. Мы смотрим на историю. Это ближний ложный пробой одним баром. Сделали один хвостик, зацепили. Одним баром закрылись и закрылись ниже. Этот бар считается ложным. Уровень не пробили, а показали, что это ложный пробой. Плюс здесь еще медвежье поглощение. Что еще больше придает силу сигналу. Это ближний ложный пробой одним баром по отношению к излому. То есть, ложный пробой произошел сразу после уровня. То есть, сразу после того бара, который сформировал уровень. Дальше смотрим. Вот у нас лоу. Лоу этого бара является излом. Мы смотрим на историю, как этот уровень отрабатывается. Здесь ложный пробой одним баром нарисовали после. После одного бара. Возможно, тут может быть один, два, три, четыре бара. Какое-то количество бар. Этот ложный пробой является дальним от излома. Здесь ближний, здесь дальний. Но суть не меняйте. Что здесь ложный пробой, что здесь ложный пробой. Также мы этот уровень не убираем. Смотрим на историю, как он отрабатывается. Здесь мы видим ложный пробой двумя барами. Здесь также есть еще два, третий и четвертый бара. Если их также захватывать, то мы можем рассматривать, как сложный ложный пробой нескольким баром. Опять же, мы все это смотрим по отношению к уровню. Мы можем уровень выделить ниже. Но тут уже мы не увидим ложных пробоев. Если вы хотите торговать ложным пробой, то вы должны брать сильный уровень. Если смотреть по уровням и их сравнивать, то данный уровень сильнее этого уровня. Потому что этот уровень, точнее, этот уровень, он бар паранормальный. И уровень, образованный паранормальным баром, является сильным уровнем. Поэтому на истории они, конечно же, лучше отрабатываются и являются сильнее. Дальше смотрим ситуацию. Здесь у нас излом. Движение остановили. Хай данного бара является изломом. И по отношению к этому излому у нас есть ложный пробой одним баром. Опять же, через какое-то количество баров. То есть, мы видим, что здесь ложный пробой появляется дальний от излома. То есть, не сразу. Здесь у нас картинка следующая. Здесь у нас ближний ложный пробой одним баром. Вот у нас излом. И сразу хвостик показали. То есть, ложный пробой одним баром. Ближний. Дальше смотрим. Новозеландский доллар. Дневной график. Так, здесь у нас ложный пробой одним баром. Плюс поглощение. Здесь у нас, если не убирать этот уровень излома, смотрим. Это сложный ложный пробой несколькими барами. Здесь у нас идет отработка. Здесь также, если заходить сразу в ложный пробой, в принципе, движение можно взять. Если ждать подтверждения, что значит подтверждение? То есть, подтверждение это когда инструмент рисует ложный пробой, опять возвращается, рисует подтверждение и только тогда идет. То есть, можно торговать ложный пробой, как заходить в него сразу, да, также можно заходить с подтверждением. Дальше смотрим. Данный излом является, точнее, данный лоу является изломом. Вот здесь вот, да, то есть, движение остановили. Смотрим, да, то есть, здесь есть сложный пробой одним баром. Опять же, дальний, да, то есть, не сразу. Здесь также сложный ложный пробой дальний по отношению к этому излому. Мы здесь уровень другие уже не рисуем. Вот у нас основа. Мы по отношению к этой основе смотрим историю, историю цены. Здесь нам нарисовали дальний, да, ложный пробой по отношению к этому излому. Какой? Ложный пробой двумя барами плюс бычье поглощение. Здесь уже пошла отработка. Здесь у нас излом, да, и ложный пробой одним баром идет сразу. Здесь у нас излом и дальний ложный пробой одним баром. Дальше подтверждение идет ложный пробой двумя барами. Также этот уровень убираем и смотрим на историю, что вот это скопление баров, раз, два, три, четыре, пять, шесть баров, да, стояли на месте, то есть копили-копили, проторговку, откуда нарисовали, но это не проторговка, это все оказалось, что очень многих тут развели, да, завели в тупик, завели в такую ловушку, как бы в шартовую зону, но это все оказалось сложным-ложным пробоем. Вообще хочу сказать, что ложные пробои, они также подразделяются по силе движения, вот как раз-таки сложные-ложные пробои, они являются такие более сильными на графике. Почему, да? Потому что здесь очень многих собрали, да, то есть очень многих собрали игроков, здесь повыбивало очень много стопов, потому что очень много игроков сидели и ждали на самом деле шарты, да. В принципе, как и здесь, движение хорошее началось, так же, как и здесь, движение началось тоже сильное. Если смотреть по вот этому уровню, это сложный ложный пробой. Если смотреть по вот этому уровню, то у нас ложный пробой одним баром есть. То есть, если смотреть по данному уровню. Что здесь уровень нарисовать правильно будет, что здесь уровень, если мы нарисуем, так же будет правильно. Сейчас я вам покажу следующий файл. Я нарисовала, чтобы он было проще, чтобы было понятнее, что такое все-таки ложный пробой двумя барами, одним баром и сложный, ложный пробой. Когда двумя барами ложный пробой происходит, это когда у нас закрытие, открытие и закрытие ниже, здесь открытие и закрытие ниже. То есть мы точно видим вот эти два хвостика, их отчетливо видно на графике, и это сложный пробой двумя барами. Опять же он происходит по отношению к чему? По отношению к излому, который здесь должен быть подтвержденный. То есть мы сначала рисуем уровень, и только тогда мы смотрим историю. Здесь у нас излом уже есть, да, я нарисовала излом, и следующий бар идет ложный, вот этот хвостик один, да, один бар, показал хвостик, это сложный, ложный пробой одним баром. Дальше смотрим. Здесь также есть подтвержденный уровень, да, сформировавшийся, от которого мы смотрим ложный пробой, и на истории смотрим, что здесь идет скопление нескольких баров, в итоге идет закрытие под уровнем, то есть закрытие ложного пробоя, да, данного, то мы можем вот эту вот всю комбинацию расценивать как ЛП, да, с ложным н-ным количеством баров. То есть это все выглядит, если так простым языком, говорить вот так вот, да, то есть ничего в принципе сложного. В принципе все, все, что я хотела сказать в данном видео. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, это ваша благодарность. Кто не подписан на наш канал Герчаком, подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие видео. И всем до встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok